Всем привет! С вами Юлия Ильянова. Сегодня у нас с вами долгожданная коробочка от Look Fantastic. Это месяц февраля. В 2017 году у нее был перезапуск. Как видите, совершенно новая коробка. Для меня первая коробка именно в таком новом дизайне. Верхняя крышечка стала гораздо меньше. Здесь появились такие удобные штучки для открывания. Сама коробочка стала весить меньше. В общем, коробка стала более современной, более элегантной. Но в то же время привычные вещи вроде надписи внутри и также журнальчиков. Это все сохранено. В этот раз послание нам говорит о том, что мы должны немножко обратить внимание на то, что происходит на подиумах. И посвящена коробочка недели моды. Всяким таким трендам. Называется Runway Ready. Мне нравятся цвета, в которых она оформлена. Также был журнальчик Эль, как обычно. Не будем на нем останавливаться. Вот на этом остановимся чуть подольше. Потому что точно так же предупустился и журнал. Качество печати стало другое. Это глянец. И фотографии гораздо лучше. Статьи, вот все это оформление. Сейчас журналы невероятно приятные. Листать, смотреть, какие-то новые фишечки узнавать. Предыдущие журналы, они как-то вот были, ну, гораздо меньше мне нравились. Скажем так, здесь мне нравится все. И самое главное, теперь гораздо удобнее, как мне кажется, смотреть, что же у нас в этом выпуске. И как-то информация лучше расположена. Давайте так же вот с номера один, как они нам предлагают, пойдем. Это The Ordinary. Нашумевшая сейчас марка, которая завоевывает рынок во всем мире за счет того, что у них очень дешевые и очень качественные по своим составам, по своим компонентам. Они выбирают суперские компоненты для средств, которые действительно работают. Клинически это доказано. Они делают их в правильных пропорциях, убирают все лишнее и стоят это очень-очень приемлемых денег. И вот здесь у нас крем. Он у нас шел в коробочке, в отдельной коробочке. Это крем увлажняющий. И он с гиалуроновой кислотой, с аминокислотами и липидами. Крем интересный по консистенции. Если брать вообще саму вот эту идею бренда о том, что средств может быть много, должно быть много, их сыворотки созданы так, чтобы они могли работать вместе, на слабость друг на друга. И нам для этого понадобится крем. Вот такой вот консистенция. Как видите, он немножко такой своеобразный. Он отлично впитывается и просто суперутягивает за собой все, что было до этого нанесено на кожу. Поэтому я его использовала и вместе с сыворотками, с маслами, то есть гиалуроновая сыворотка, сверху масло, сверху вот такой вот крем. Потому что сам по себе он, мне кажется, достаточного и питания, и ухода, и увлажнения вообще всего вместе он этого не даст. И вот девчонки уже тоже это замечали в комментариях, что он вот именно крут вместе с какой-то сывороткой, вместе с чем-то, именно для того, чтобы делать какой-то комплексный уход. Вообще, ну, ожидайте того, что один крем сделает вообще все. И вот вы будете им пользоваться, пока он не закончится, он сделает какую-то магию. Мне кажется, это немножко наивно. Поэтому, если к вам приходят пробники какие-то, у вас есть сыворотки, пользуйтесь ими обязательно. Даже если у вас что-то еще не закончилось, начинайте новые продукты, смотрите, что для чего подходит. Возможно, что-то вам нужно будет убрать до лета, что-то оставить до зимы. Просто смотреть на состояние своей кожи. Поэтому, когда мне под видео задают вопрос, о как вы успеваете всем пользоваться, для меня это очень странный вопрос. Потому что я постоянно пользуюсь достаточно большим количеством продуктов. Я утром проснулась, сегодня у меня более сухая кожа. Через неделю у меня более жирная кожа. Как разнообразное питание, уход тоже должен быть разнообразным. Вот такие кремы, мне вот они как раз очень нравятся тем, что можно сочетать с разными штучками. Можно и бустеры добавлять, можно добавлять масло до, можно совмещать и разные сыворотки. И при этом все это на коже будет дружить. Сверху можно накладывать макияж, отлично на нем держится макияж. В принципе, отличный, классный крем. И я использовала, наверное, практически половину. Здесь 30 мл полноразмерный продукт. И половину я хочу оставить до момента, когда я все-таки куплю несколько сывороток от The Ordinary. И мне интересно, как они будут вместе работать. Но бренд настолько стал популярен, что все это раскупается мгновенно. И сейчас на Локфантастике где-то коробочка продается, так же он представлен. Но все расхватали, и я все никак не могу поймать. И мы идем с вами дальше. Это еще одна просто суперская вещь в этой коробке. Вот серьезно, если у вас в этой коробке нет, посмотрите до конца. Мне кажется, что эта коробка очень и очень заслуживает внимания. Во-первых, полноразмерный крем, который подходит для всех типов кожи. И во-вторых, вот эта штука. Это крем для области вокруг глаз. Это на самом деле гель. И он с роликом, шариком, помимо охлаждения и вообще таких приятных вещей для области вокруг глаз, обещает стимуляцию роста ресниц. И на самом деле он что-то делает. Я им пользуюсь уже достаточно давно, уже практически месяц. Кто-то заметил, что у меня давно не было на YouTube. Как раз, наверное, с месяц я отсутствовала именно вот с такими видео. И серьезно, я стала замечать, что практически любая тушь у меня теперь какая-то и удлиняющая, и какая-то объем придающая. И заметила я это в основном по нижним ресницам. Потому что этим роликом очень удобно, достаточно близко пройтись именно по линии роста ресниц. Я именно так и делаю утром и вечером. И вот нижние ресницы стали очень длинными и густыми. То есть верхние, они и так все равно были густые и длинные. И там не так это заметно. Вот нижние стали заметно здоровее выглядеть. Потому что, ну, сами знаете, иногда бывает где-то ресничка выпала, и там какой-нибудь там просвет, что-нибудь несимметрично здесь и там. А сейчас все как-то супер круто. Но для справедливости я должна сказать, что также я использовала средство от Эвелин. Много раз его показывала. Такая белая просто штучка на ресницы. Но вот с этой штукой я могла не забыть. Вот об этом я помню, мне нужно нанести крем утром и вечером. Я утром быстро прошлась, вечером быстро прошлась. И у меня это как первый крем. На самом деле потом, в зависимости от того, что мне нужно, я использую другой крем для глаз. Если я утром проснулась, я чувствую, у меня какие-то есть опухшести. Может быть, я вечером нанесла какой-то слишком тяжелый крем, либо близко подошла с маслом куда-то. То есть есть какие-то опухлости. Я наношу один крем. Если у меня темные какие-то круги, я там не высыпалась, мне нужен другой крем, который будет с подсвечиванием каким-то. Потом, если у меня все нормально, я наношу крем, допустим, от Кадали Премьер Крю. То есть я смотрю по состоянию своей кожи вот прямо сегодня. Именно поэтому обходиться постоянно одним кремом, мне кажется, это очень странно. Если вы также заказываете коробочки, в комментариях есть такие вопросы, как вы успеваете всем пользоваться. Вы сразу пользуетесь всем, сразу пробуйте. Вам нужно эту косметику, которую вы получили, сразу отнести в какую-то группу. Эта косметика мне подходит. Она вот для этого, для вот такого случая. Она будет работать вот так. Здесь прозрачный гель, который, в принципе, подходит для любого случая, но в нем маловато питания, как мне кажется. И он больше утренний. Вечером можно использовать что-то пожирнее, что-то кремовое, более там питательное, разглаживающее от морщин. Поэтому просто взять вот этот крем и отложить все остальные другие кремы, если они у вас есть, просто этого делать не стоит. Мне кажется, это достаточно на этой теме остановилось. В общем, очень крутая вещь. И не знаю, когда он закончится. Здесь 10 мл. Думаю, что этого очень-очень надолго хватит. Но я хочу полный размер. Вот совершенно точно. Я уже тянусь за следующей баночкой. Это баночка витаминов. Такие просто общие витамины. Здесь витамин С, цинка для волос, ногтей. Витамин Д3, еще какие-то экстракты. В общем, я уже много раз говорила, что постоянно какой-то витаминный комплекс я не принимаю. На самом деле, вот если вы хотите увидеть такую большую разницу от витаминов, вот вы стали их принимать, и у вас прям вот жизнь стала другая энергия, это просто будет означать, что вы плохо, несбалансированно питаетесь. Если вы питаетесь нормально, у вас есть доступ к фруктам круглый год, вы разнообразно питаетесь. Вот сегодня вы такое поели, завтра такое. Там рыба у вас присутствует. Либо если вы не едите рыбу, что-то с омегой-3, клетчатки достаточно, все остальное, вы не увидите какой-то большой разницы от витаминов. Поэтому я всегда как-то чередую добавки и витамины. Я примерно знаю, что там зимой нужна омега-3, там витаминчик Д3. Также у меня есть какие-то витамины-добавки. И вот комплексы на самом деле я не очень люблю, я люблю больше какие-то отдельные вещи, либо какие-то общеукрепляющие капсулы, что-то типа такого. Но, как видите, здесь у меня из 30 штук осталось поменьше. И здесь нужно принимать 2 в день. Если они у вас есть, на расслабоне вспомнили, приняли, не вспомнили, не принимайте ничего страшного. Когда закончится, тогда закончится. Но если вы на какой-то диете ограничиваете себя в определенных продуктах, либо у вас, допустим, нет времени там как-то полноценно питаться, ну, какой-нибудь там аврал, сессия, еще что-то, вы понимаете, что вы там живете на перекусах. Ну, вот, поддержите себя витаминками. Ну, витамины, в принципе, в организме накапливаются, поэтому, я думаю, даже за пару недель без такого полноценного питания никто не умрет. Поэтому витамин, конечно, был приятно, но не самое крутое, что есть в коробке. Вот следующая штука тоже интересная, довольно-таки крутая. Это ролик с маслом. И масло это Distress. Полное название Stress Check Within. Бренд This Works. Они как раз вот специализируются на таких штуках, и штуки крутые. И помимо вот этой вот вещи в ролике, у меня также был пилов-спрей-спрей для подушки из адвент-календаря. Я долго не могла понять эти вещи, и я стала пользоваться вот этой штукой вот просто для того, чтобы протестировать, понять, что это, и рассказать вам, что я делаю обычно. Я беру это вот так, мажу здесь, сложно, я так сейчас не буду делать. Промазываю вот так вот, и до вот этой вот точки локтевого сгиба здесь точно так же наношу. И обе руки, начиная здесь, запястье, вот так вот, и локтевой сгиб. Вот так вот немножко лежу, вдыхаю, очень приятный аромат, он расслабляющий. При головной боли, если какие-то есть такие вот вещи, то на виски, на места пульсации, там, где кожа тонкая, точно так же наносите, вдыхаете аромат, это расслабляет, ароматерапия действительно работает, и я заметила такую странную вещь, я действительно стала вырубаться. То есть у меня нет проблем с засыпанием, но вот настолько быстро как-то так хоп, и я уже сплю. И прикол не в том, что я быстро стала засыпать, а в том, что утром у меня появилось ощущение, что я выспалась, что я качественно отдохнула. То есть тело расслаблено, я выспалась, мне стало гораздо проще просыпаться утром. То есть этот момент, когда ты включаешься в жизнь, он стал гораздо быстрее. Чуть раньше будильника проснуться тоже стало достаточно частым явлением. Я подумала, вау, в общем, я на это не рассчитывала, не особо-то мне это было нужно, но я это получила. И я после этого купила в большом размере другой ролик. Здесь у нас сколько? Здесь 5 мл, я купила, по-моему, 10, либо 15, но он там просто чуть побольше. И еще один спрей для нормализации сна. Вот он как раз обещает, что будет работать с вашими биоритмами сна, и будет их нормализовывать. И вообще это звучит как полнейший бред. Ты что-то там понюхаешь перед сном, и как будто бы у тебя нормализуется сон. И еще распространяя вот этот спрей по подушке, как будто бы он в течение всей ночи работает. Но это реально работает. Я не знаю, как это объяснить. И серьезно, я сначала посмеялась над тем, что это действительно рабочие вещи. Может быть, я себя как-то в этом убедила, что это работает, но это серьезно так. И особенно, когда моменты стресса, бывает, люди не могут долго уснуть, или как-то вот жуют что-то, какие-то вещи. Вот опять же, бухгалтер сдает квартал, студенты сдают сессию, какая-то вот напряженная такая обстановка. Просто помочь себе отдохнуть более качественно, так поспать, это вот всегда здорово. Я даже не думала, что мне это вообще нужно, но я заметила разницу. В путешествии тоже с собой брала, вот именно вот этот маленький флакончик и маленький спрей. Вообще, очень-очень здорово. Просто вот советую обратить на это внимание. О качестве сна я говорила давно, что нам с вами нужна и ортопедическая подушка обязательно, и хороший матрас. В общем, все это обязательные вещи. Я сегодня, наверное, это королева ухода от темы. От темы коробочки вроде по теме говорим, но вроде не очень. Следующую штучку показываю. Это грязевая маска для тела и лица от Бургезе. Здесь такая упаковочка, 25 грамм, и они были разные. То есть, кому что досталось? Мне досталась увлажняющая маска. Здесь голубая такая крышечка и сама масочка вот такая голубая. Здесь вот я ее использовала два или три раза. Маска совершенно шикарная. У меня это вторая маска от Бургезе. И здесь именно не глина, а грязь. Вот чуть-чуть есть отличие. Они немножко по-другому работают. У них такой плотный, насыщенный цвет, и они как замазка. Ну, естественно, сейчас покажу вам. Много как-то взяла. Сейчас будет опять вся грязь. Вот такая вот штука. И грязь очень клевая. Отлично распространяется. Она засыхает и становится корочкой. Но проходит достаточно много времени, прежде чем это происходит. И она отрезкается. И в принципе дискомфорта нет. На самом деле вам нужно ее держать гораздо меньше, чем то время, за которое она успевает превратиться в корочку. Шикарные маски. Действительно, они увлажняют. И не все глиняные маски я могу использовать зимой. Я их на зиму обычно откладываю. Вот здесь вот на эти участки я наношу какую-то кремовую маску. А вот на Т-зону глиняную вот эту вот маску я могу спокойно наносить на все лицо, на шею. Она просто шикарно работает. И она не засыхает. Вот в таком вот открытом виде. Вот так вот я ее поставила. Куда воздух особо не проникает. Она замечательно себя чувствует. Даже вот 25 грамм этого хватает, наверное, раз на 5. Зависит от того, как вы это будете делать. Если там мультимаски только на какие-то части, либо на все лицо, отлично я могу только рекомендовать. Наверное, вот кому что досталось, напишите. У вас, наверное, может быть какие-то другие были маски, как они для вас сработали. У меня еще есть такая темно-зеленая насыщенная грязь. Она в тюбике. Она тоже очень клевая. Достаточно давно ей пользуюсь. И последняя штучка, которая тут есть, тоже достаточно классненькая. Это тени для век. Вот в таком вот жидком виде. Они, наверное, скорее не жидкие, а просто мягкие. Какая-то блестящая вещь. Кажется, как-то я маловато взяла. На самом деле они наносятся довольно тонким слоем. Можно их наносить поверх теней. Но лучше вот такими вот движениями. Потому что в зависимости от теней под этой штучкой они могут потрескаться. Как видите, на самом деле это не то чтобы оттенок. Это скорее такой перламутровый блеск. Такой вот какой-то розоватый. И он выглядит именно как блеск. То есть мы, например, прямо сейчас можем сюда куда-то добавить. Сколько я могу это сделать, глядя в камеру. Просто блеск. Сюда вот куда-то вот добавить. Оживить немножко макияж. Либо их можно также носить соло. Они немножко влажненькие. Именно для дневного макияжа. Вот здесь вот быстренько на подвижное веко. Отлично. Если бы я в путешествие брала, пробовала. Нельзя сказать, что какой-то мастхэв. Я бы вот хотела и только ими пользоваться. Они мне прям очень нужны. Но на самом деле очень универсальная вещь. Подойдет вообще совершенно всем. Хорошо носится. Приятного оттенка. В общем, в целом мне они понравились. Поэтому могу заключить, что коробка очень крутая. Она невероятно порадовала. Это вот все, что в ней осталось. Все же из продуктов невероятно крутые. Они мне понравились. Я их все использую. Вот даже если говорить о ролике, я уже купила полный размер. Немножко с другим эффектом. Но все-таки смысл этих продуктов я смогла понять именно по этому пробнику. Поэтому, как вот недавно Полина написала, что благодаря моим видео уже покупает какие-то прошлые коробки, которые ей понравились. Я, честно говоря, сама думаю купить еще раз декабрьскую коробку. Она мне пришла два раза. И она настолько клевая, что я думаю, что вместе с апрельской, если она тоже будет классная, я обязательно закажу еще декабрьскую. И, в общем-то, это все на сегодня. Я благодарю вас за то, что вы были со мной. Оставайтесь на здоровой, красивой коробочной волне. И мы с вами обязательно увидимся. Всем пока!